Антон Аркадьевич, как Вы считаете, как сложатся отношения между Россией и Украиной, если Украина подпишет договор об ассоциации с Евросоюзом? — Те люди, которые, в общем-то, сегодня говорят о том, что они хотят подписать соглашение об ассоциированном членстве с Европейским Союзом, это, собственно, те самые люди, которые добивались этого, сидя на Майдане, они это не скрывали, и они ездили в Брюссель с этим, и к ним приезжали с этим оттуда, значит, кукловоды соответствующие. — Но ведь, понимаете, мы говорили, говорим, и будем, наверное, говорить одно и то же, и правильно делаем. Мы говорим, это Ваш выбор, друзья, Вы просто должны понимать, что, когда Вы этот выбор делаете, то вот это Ваши плюсы, вот это Ваши минусы. Плюсов этих я, на самом деле, много не вижу, но, повторяю, это их выбор. Но о минусах они должны знать. А минусы заключаются в том, что, вот выбирая себе, скажем, команду для дальнейшего развития, они должны понимать, что эта команда очень своеобразная, в отличие от стран СНГ, в отличие от тех, кто в таможенном союзе. Это новый для них совершенно формат. Это страны вот этого западного интеграционного сообщества, страны во многом циничные, которые правят, прежде всего, в интересах, там, ну, скажем так, не всех членов в равной степени, это заметно. Если присмотреться к этому чуть-чуть внимательней. Кроме того, важно полагать, важно понимать и то, что, это, знаете, как вот, например, в хоккее. Вот Вы хотите играть в хоккее, хорошее дело, Вы хотите иметь клюшку, там, шайбу, замечательно, форма у Вас хоккейная хорошая. Только надо определиться, за какую команду Вы будете играть в хоккее. Вы можете создать свою команду и играть против всех в чемпионате в Неком. Вы можете войти в команду, там, я не знаю, канадских профессионалов или, там, каких-то европейских профессионалов. Вы можете играть в команду с, ну, вот, с участниками, допустим, евразийского интеграционного пула. Но в любом случае мы должны понимать, что сегодняшний мир, он конкурентен. Конкуренции, соревнования, в экономике, в политике, во многих других вещах, оно сказывается. Нельзя быть между. Сегодня каждое государство должно в этом отношении понимать, что если, допустим, они не хотят быть нейтральными, как, например, Швейцария, такое тоже возможно, а хотят играть какую-то роль в чьей-то команде, то тогда другие силы, которые находятся за пределами этой команды, будут так все это и расценивать. Это не угрозы, как некоторые пытаются представить, это просто прояснение, честное, товарищеское прояснение реальности, которая существует в мире и которую никто не отменял. Разумеется, мы будем продолжать отношения с Украиной, независимо от того, какие соглашения и с кем она подпишет. Только отношения, которые мы будем продолжать, они будут делаться с учетом того, что они там подписали. Если вы пошли за помощью в Брюссель, если вы хотите играть по их правилам. Я ведь читал это соглашение, о котором говорят они, в отличие от них. Я читал комментарии этого соглашения, которые были сделаны для Европейского парламента европейскими комиссарами. Я знаю, о чем я говорю. Им предлагается фактически вступить в экономический альянс, который не позволяет им больше в том же объеме иметь отношения с Российской Федерацией. И иметь отношения с Таможенным Союзом. Для них исключается возможность вот такого глубокого интеграционного процесса. А помогут ли им там? Не знаю. Потому что все-таки, согласитесь, Украина это страна огромная по европейским меркам. Она больше любой Бельгии, Греции, Португалии. И вот страны, о которых я сейчас только что сказал, они ведь не готовы отдавать от себя миллиарды на то, чтобы поднять на ноги, поставить эту огромную страну. Ведь для того, чтобы это сделать, провести модернизацию, сделать их конкурентоспособными внутри, уже вот этого альянса европейских государств, понадобится 100-120 миллиардов. Таких денег там нет, никто не планировал, никто не даст. Никто не приглашает Украину внутри Европейского Союза. Им предлагают жить вот около их дверей, около их парадного, но не уходить никуда в сторону. Стоять около парадного подъезда каких-то богатых людей, я думаю, что рано или поздно это и в Киеве, и везде почувствуют, но будет уже, как говорится, время уйдет. Время уйдет, мы движемся вперед в нашем евразийском процессе. Еще раз, мне жаль, если они такой выбор сделают, но это их выбор. Это их выбор, и мы, как любое нормальное государство, будем этот выбор принимать во внимание и строить свою политику по отношению к ним с учетом всех новых обстоятельств. Субтитры создавал DimaTorzok